Борис Пучков Борис Пучков, вы помните, как вы пришли в милицию? Тогда это еще была милиция. Почему именно милиция? Как это происходило? В каком году? Расскажите поподробнее. Ну, конечно же, я помню этот момент. Это происходило в 93-м году после окончания 11-го класса среднеобычной Владимирской школы. Мой приход в милицию, конечно, связан с советским воспитанием, это советские детективы, это советские кинофильмы о милиции, о работе в уголовном розыске в частности. Конечно же, был примером очевидным и достаточно серьезным. Это фильм «Место встречи изменить нельзя» Жеглов, который был начальником отдела по борьбе с бандитизмом московского уголовного розыска. А хотелось походить на Глеба Жеглова, я не знаю, там, может быть, характером или какими-то поступками, или, может быть, манерой ведения, вот, скажем, тех дел, которыми он занимался? Или какие-то, может быть, черты характера? Не, ну, конечно же, хотелось. И, к слову сказать, я работал в отделе по борьбе с бандитизмом, это было в 2000-е годы, в управлении по борьбе с организованной преступностью. И когда я там работал, естественно, вспоминал того же Жеглова, и я был горд тем, что работаю в аналогичном подразделении, уже в Владимирской милиции. Александр Юрьевич, 1993 год, поступили в милицию, но не сразу же в уголовный розыск, мы понимаем, что уголовный розыск – это элита, и сразу туда не попасть никак. Как вы оказались там? Сколько времени прошло именно? Ну, в 93-м году я поступил во Владимирскую среднюю специальную школу подготовки начальствующей состава МВД России. И отучился я там два года, хотел сказать большое спасибо преподавательскому составу, который заложил базис мой и моих однокурсников в юриспруденции. В 95-м году после окончания Владимирской среднеспециальной школы я уже попал в практические органы, это был Ленинский отдел внутренних дел, и после этого началась моя практическая работа в подразделении уголовного розыска. Александр Юрьевич, какими знаниями, умениями и навыками должен обладать сотрудник уголовного розыска? Ну, пользуясь случаями, я, конечно же, хотел бы отметить элитность подразделения уголовного розыска, но я этого не буду делать. Я подмечу, что у нас все подразделения, где работают офицеры, в первую очередь, являются, конечно же, элитными. И следствие, и дознание, и участковые полномочия, которые выполняют огромную роль в работе правоохранительных органов, ну, так как я возглавляю уголовный розыска, конечно же, я отмечу, что все-таки это моя родная, любимая служба. Элита, наверное, может быть, заключается в том, что здесь работают преданные службе сотрудники, здесь сложно работать людям, которые не готовы отдать себя полностью этой работе. Рано или поздно такие люди, ну, в принципе, уходят либо в другие структуры правоохранительных органов, либо увольняются из органов внутренних дел. Это именно те люди, которые готовы отдать себя полностью. Александр Юрьевич, продолжите фразу, чтобы стать сотрудником уголовного розыска, необходимо. Ну, я думаю, необходимо иметь высокие морально-деловые качества и желание постоянного профессионального роста именно в этой сфере деятельности. Без этого сложно бороться с преступностью, сложно документировать преступную деятельность фигурантов. Ну, и, как бы, одной из характеристик я хотел бы выделить именно высокую коммуникабельность общения с людьми. В вашей профессиональной деятельности наверняка было много разных ситуаций, историй. Можете вспомнить какую-нибудь одну из них, может быть, курьезный, может быть, наоборот, очень серьезный случай? В практике, конечно, много всего было и чрезвычайных происшествий, и серьезных, и, там, курьезных ситуаций. Тот самый случай, наверное, когда хочется сказать, что есть что вспомнить, рассказать что-то сложно. Да, конечно же, были ситуации, связанные и с применением табельного огнестрельного оружия, когда ситуация достаточно сложная была. Были и курьезные, и достаточно серьезные в морально-психологическом отношении ситуации, которые пришлось пережить, перенести. Ну, вот, из достаточно сложных ситуаций в своей профессиональной деятельности я хотел бы вспомнить, конечно же, это убийство малолетнего мальчика Богдана Прахова. Очень много мы потратили сил для того, чтобы раскрыть это преступление. Преступление было раскрыто в тесном взаимодействии, конечно же, в первую очередь, со Следственным комитетом. Были достаточно другие сложные преступления, о которых периодически вспоминаешь, и это большой опыт жизненный, конечно же. Все мы живые люди, конечно же, невозможно общаться исключительно протокольно. Бывали и ситуации, когда и посмеяться вместе хотелось, и ситуации, когда и вместе подумать приходилось, как выйти из этого положения. Ну, всякое было. Мы такие же живые люди, как и все остальные. Я могу вспомнить ситуацию, которая у нас происходила в начале 2000-х годов. Это Гороховецкие и Везняковские районы. Была достаточно сложная оперативная обстановка, связанная с грабежами, разбойными нападениями и убийствами водителей, которые проезжали по федеральной трассе М7. Мы провели достаточно серьезный объем оперативно-рыскных и следственных мероприятий совместно с прокуратурой на тот момент. И после этих мероприятий действительно был случай, когда лидер данной организованной преступной группы, лидеру банды, гражданин Романов, который получил серьезный срок, он сам, в общем-то, сдался, потому что понимал безвыходность своей ситуации и понимал то, что мы действуем в этой ситуации достаточно правильно по человеческим моментам. Мы честно поступили с его подельниками, то, что необходимо было сделать, мы провели, и он понимал, что требуется уже в этой ситуации не бегать от правоохранительных органов, а именно прийти к нам и сдаться. И после того, как мы находились в командировке в Гороховецком отделе милиции, гражданин пришел и сдался, понимая, что, в общем-то, мы достаточно честно ведем себя по отношению к нему. Эта ситуация была, да. В моей практике был такой случай, это был в начале 2001 года, и этот случай до сих пор, конечно же, помню. Я думаю, что этот случай помнит и мой руководитель Забегалов Александр Юрьевич, генерал-майор полиции в отставке. Мы отрабатывали с моим коллегой информацию в отношении гастролеров, которые совершали кражи дорогостоящих автомобилей. И после того, как мы проводили операцию по их задержанию с Паричи, пришлось применять, использовать огнестрельное оружие. Этот случай, я помню, это был единственный случай на моей практике. Ну и хотел бы отметить, что крайне редко мы пытаемся, ну мы применяем и используем огнестрельное оружие, пытаемся не навредить, не причинить вред, в том числе даже преступникам. Александр Юрьевич, наверняка во время спецоперации, во время задержания особо опасных преступников, вам приходится взаимодействовать с другими структурами и подразделениями полиции. Расскажите о взаимодействии, как оно происходит, сложно или просто? Ну, конечно же, мы пытаемся планировать заблаговременно проведение таких мероприятий, связанных с задержанием преступников. Но бывают, конечно же, и импровизации в ходе проведения оперативно-расследовательных мероприятий. Взаимодействие у нас происходит со всеми подразделениями полиции в этой ситуации. И с Государственной инспекцией безопасности дорожного движения, с участковыми полномочиями никогда проблем во взаимодействии у нас не возникает. Потому что мы работаем в одном направлении и боремся, в общем-то, с преступностью в одном ключе. Ни для кого не секрет, что страна менялась, менялись многие вещи в стране. Так, в один прекрасный момент милиция прекратила свое существование и стала полиция. Сказалось ли это как-то на вашей работе или все было достаточно просто и никаких сложностей при переходе из милиции в полицию не было? Я хотел бы отметить, в связи с тем, что я в свое время работал 7 лет в управлении по борьбе с организовом преступности, хотел бы отметить, что уголовный розыск это устоявшаяся структура, которая работает уже 100 лет в нашем государстве. Я думаю, что еще длительное время будет работать фактически без изменений. Основной задачей, как оставалась у нас эта борьба с преступностью, в общем-то, она не изменилась. Сотрудники, я считаю, что сотрудники у нас работают профессиональные, честные. Если говорить о целях и задачах сотрудников уголовного розыска, что бы вы тут сказали, чем занимаются сотрудники УГРО? Ну, задачи наши сформулированы в федеральном законе об оперативно-розыскной деятельности, но если немного отойти от формальности практической беседы, это розыск без пропавших граждан, это восстановление личности неопознанных трупов, это борьба с преступлениями, с тяжкими и особо тяжкими преступлениями против личности, это борьба с преступлением против собственности, в том числе и с серийными преступлениями против собственности, это грабежи, разбои, кражи из квартир, кражи из дачных домов, домовладений. Это преступления, связанные с преступными посягательствами на автотранспорт, угоны, кражи. Это преступления, связанные с мошенничествами, дистанционными мошенничествами, которые имеют большое распространение в последнее время. И это борьба с организованной преступностью. Вы упоминали про своих учителей. Расскажите про ветеранов. Насколько вам ценен тот опыт, который они вам передали? И можете назвать тех людей, которые в вас вложили частичку своих знаний? Ну, конечно же, всех ветеранов я помню. Это те люди, у которых мы в повседневной деятельности брали пример. Хотел бы назвать несколько фамилий. Я постараюсь никого не обидеть. Большаков Александр Федорович. Это начальник УВД Владимирской области, 1993 год. Именно этому руководителю я писал заявление о приеме на работу в органы внутренних дел. Большаков Александр Иванович. Генерал-майор милиции в отставке. Начальник УВД Владимирской области. Это тоже достаточно авторитетный для меня человек. Я помню его высокие человеческие характеристики. Денисов Николай Федорович, который являлся начальником криминальной милиции УВД Владимирской области. Тоже достаточно хорошо я помню этого человека. Забегалов Александр Юрьевич. Он являлся начальником управления по борьбе с организованной преступностью в Владимирской области. Генерал-майор полиции в отставке. Достаточно авторитетный для меня человек. Многие другие руководители, которых я очень хорошо помню, которые возложили серьезную базу в мою профессиональную деятельность. Александр Юрьевич, у вас есть медали, награды. Скажите, какая из них для вас наиболее важная, ценная? Основная награда, которую я читаю и помню, это государственная награда указом президента Российской Федерации мне вручена в 2006 году. Это медаль за охрану общественного порядка. Достаточно серьезная авторитетная награда на уровне государства. Это связано с моей профессиональной деятельностью по линии борьбы с организованной преступностью. Есть такое выражение, кадры решают все. Александр Юрьевич, скажите, в управлении много ли молодых ребят и хотят ли молодые сотрудники полиции работать в управлении уголовного розыска России по Владимирской области? В авторитетах правоохранительных органов он сохраняется. Тем более вот этот романтический орел борьбы с организованной преступностью в роли именно оперативных уполномоченных он сохраняется. Поэтому молодежь идет. Мы ее с удовольствием принимаем. Пытаемся отбирать именно самых достойных для того, чтобы они работали в управлении главного розыска. Уважаемые друзья, уважаемые коллеги, 100 лет это серьезный юбилей. И достаточно много теплых слов в преддверии праздника поступает от большого количества и бывших коллег, и действующих коллег, и руководителей. Сегодня обращался с поздравлением начальника главного управления уголовного розыска МВД России, генерал-лейтенант полиции, главан Фиктор Владимирович, передал достаточно теплые слова и ветеранам службы, и действующим сотрудникам. Я хочу присоединиться к его словам, поздравить в первую очередь, конечно же, ветеранов. Доброго вам здоровья, уважаемые коллеги. И к действующим сотрудникам спасибо вам за ту работу, которую вы выполняете. Я горжусь тем, что работаю вместе с вами, и горжусь тем, что я, в общем-то, вышел с тех же рядов, как и вы. Александр Юрьевич, спасибо, что сегодня встретились с нами и ответили на наши вопросы. И еще раз вас с профессиональным праздником, со столетием, со дня образования уголовного розыска России. Спасибо вам огромное. Это была программа «Актуальное интервью». Для вас работал Борис Пучков. До встречи на телеканале «Губерния-33». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова